Попал под прицел мошенников. Популярный сайт объявления о продаже и покупке товаров Авито в своих интересах теперь используют интернет-грабители. Представляясь покупателями, они выманивают у граждан деньги. По какой схеме действуют мошенники и как не попасться на их уловки, выяснила Екатерина Барковская. Не стать жертвой аферистов Алене Логвиной удалось буквально чудом. В последний момент девушку спас здравый смысл. Продажа, ставшей ненужной детской коляски, для молодой мамы обернулась телефонной атакой мошенников. Частное объявление на Авито Алена разместила несколько недель назад. В звонки от потенциальных покупателей девушки стали поступать сразу. Причем совершенно разные люди предлагали ей идентичную схему передачи денег за коляску. Мужчина предлагает сразу, несмотря коляску, перевести определенную сумму денег, которая указана, говоря о том, что сумма небольшая. Давайте я вам переведу деньги на карту, и где-то через неделю приеду заберу, так как в отпуске коляска очень понравилась. Я не стала давать номер карты, потому что, ну, все бывает, может быть, не понравится, может быть, за эту неделю с коляской что-то случится. Я решила, ну, сказала, что давайте договоримся, я просто ее не буду продавать, оставлю вам. Записали номер, договорились и звонить. Накануне договоренного дня я позвонила, телефон был отключен. Игра на доверии продавцов товаров на Авито сегодня самая распространенная афера. Сначала мошенник-покупатель усыпляет бдительность, предлагая хорошую сумму задатка за товар. И уже окрыленный продавец предоставляет преступникам все данные своей кредитной карты, номер и дату выдачи. Далее аферист использует полученную информацию при входе в интернет-банк держателя карты. После этого, говорят пользователи Авито, продавцу поступает еще один звонок от мошенников. Они все дают данные, которые просят. Им звонят с номера, похожий на номер банков. То есть, вот такие номера, 495 и, соответственно, много знаковых цифр. То есть, как правило, сразу думают, ну да, банк, либо с какой-то службы. Вот. И просили продиктовать определенные СМСки, которые им сейчас придут на их номер. Информация в таких СМС – секретный код авторизации на сайте банка. Узнав его, мошенник получает доступ ко всем операциям с лицевым счетом, а именно снимает сбережения с карты. По словам сотрудников правоохранительных органов, в случае пропажи денег, потерпевшим необходимо как можно быстрее обратиться в банк и в полицию. Если факт мошенничества произошел, то нужно сразу, моментально сообщить это в кулцентр банка, постараться заблокировать данную карту, либо заблокировать денежные средства. И, соответственно, обратиться в правоохранительные органы, написав заявление. Квалификация может быть как по 159 статье Уголовного кодекса, так и по 158, как квалифицировать, как кража. Вычислить и наказать. Мошенников полицейским редко, но удается. Процент раскрываемости таких преступлений низок. Мошенники придумают все новые и новые схемы, а также пользуются различными инструкциями, которые составляют сами пользователи сайта, чтобы обойти блокировки сообщений. Так объявление на Авито можно разместить один раз. Чтобы оно всегда стояло в топе, умельцы предлагают идти на хитрости. У меня есть мой личный кабинет, в котором лежат все мои объявления. На данный момент их активно 41. Но они порядка 8 всего объявлений на самом деле, а остальные их дубликаты. И меня Авито не блокирует, в связи с тем, что я могу его немножко обойти, их систему безопасности. Эта инструкция – еще один способ наживы. Воспользовавшись ею, мошенники клонируют объявления посторонних людей, меняя в них номера телефона на свой. Далее все звонки потенциальных покупателей поступают злоумышленнику, который просит внести задаток, переведя его на телефон или на свою карту. Получив деньги, аферист отключает телефон. Чаще всего под прицел мошенников попадают объявления о продаже квартиры или машины. По словам представителей Авито, обезопасить себя от мошенников сотрудники компании предлагают, используя их рекомендации. Чаще всего в подобных рекомендациях нуждаются потенциальные покупатели, которым мы советуем встречаться лично с продавцом, тщательно осматривать товар при необходимости его документацию и не переводить деньги на счет продавца до этого момента. Продавцам также стоит быть осторожными при заключении сделок, в частности, не передавать покупателю данные своей банковской карты и не подключать к своему мобильному банку чужие номера телефонов. А при личной встрече внимательно проверять купюры, полученные от покупателя. Кроме того, мы не рекомендуем пользователям переходить по ссылкам из СМС, приходящих с незнакомых номеров, так как в них могут содержаться вирусы и вредоносные программы. Случаи мошенничества через сайт Авито полицейские фиксируют регулярно. Только в первые дни июля с заявлением в полицию обратились пять саратовцев. По всем фактам мошенничества проводятся проверки. Екатерина Барковская, Евгений Шейченко, РНТВ, Саратов.